Существует расхожее мнение, что лицо любого города или небольшого поселения обязательно должно ассоциироваться с руководством этого населенного пункта. Может быть, это и хорошо с одной стороны, но с другой, почему-то забывают о простых людях, которые своей жизнью и работой вносят ничуть не меньший вклад в развитие своей малой родины. И сегодня о таком человеке пойдет речь. Александр Пивоваров, тренер по фитнесу, специалист по здоровому питанию, предприниматель и меценат. Чаще всего его, конечно же, можно заставить в спортзале или на производстве, в небольшом заводике по выпуску молочной продукции и детского питания. Но больше всего детям и взрослым Александр знаком вот в таком виде. Именно так Александр приходит в гости в детские дома и пансионаты для особых детей, чтобы раздать подарки тем, кто в этом больше всего нуждается. Просто так. Александр, почему все-таки Дед Мороз? Почему Дед Мороз? Ну а что может мужчина еще сыграть? Дед Мороза? Когда моя дочка совсем еще была маленькая, мы хотели позвать Деда Мороза к себе домой. Но уже было 29 или 30, я точно уже не помню. Все Дед Морозы были заняты. С тех пор так и пошло, что с первым, со вторым ребенком я играю Деда Мороза. Как вы считаете, каким должен быть современный российский предприниматель, чтобы его считали лицом города и визитной карточкой Малой Родины? Каким должен быть? Активным, добропорядочным, честным, трудолюбивым. Что вы желали в этом году детям и взрослым? Ну, в первую очередь, конечно, здоровья. Потому что здоровье – это превыше всего. Детям я желаю счастья, радости, радоваться жизни. Что я хотел пожелать кенельцам – любить свой город, заботиться о нем. Потому что это Родина, а Родину нужно любить, защищать. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий лидер? Настоящий лидер должен обладать волевыми качествами, сильными качествами, мощными качествами. Нужно быть проще, слышать человека, понимать то, что тебя хотят услышать, давать то, что тебя просят, должен вести за собой, чтобы люди видели, что он действительно приносит пользу. Я думаю, так. Вот так скромно и без особого пафоса можно поговорить с этим человеком о любых проблемах. Александр – именно тот человек, благодаря которым кенель является одним из немногих городов в области, показывающих прирост населения. А пока они вместе с супругой радуют ребятишек, принося им в подарок не только молочные продукты, но и частичку себя. Ведь по-настоящему сильные люди всегда добрые. И пусть кенель пока что не считается спортивной столицей нашей губернии, мы точно верим. Чем больше таких людей будут жить на кенельской земле, тем добрее и лучше будет становиться наше общество. Поэтому творим добро и занимаемся спортом. Поехали! Яна Французова, Вадим Морда, специально для детфийских игр.